И глина, и всякие плиты. Там у нас колодец специально для водоснабжения. Его заварили. На этих кадрах возмущенные местные жители и главная причина их недовольства – горы строительных и бытовых отходов, посреди которых приходится жить. На этих – та же история, разве что зеленая трава сменилась на желтые листья. За эти полтора месяца маленький клочочек убрали на улицу огородную. Там произошел обвал, они туда увозили. И вон там маленечко дорогу расчистили. Все. Больше ничего абсолютно не сделалось. Администрация железнодорожного района Барнаула заверяла – ситуацию исправим. Организованы работы по установлению лиц, ответственных за складирование строительного мусора на данной территории. А именно, направлено письмо в отдел полиции по железнодорожному району ОМВД России по городу Барнаулу с просьбой установить лиц. Кроме того, по ответу администрации свалку внесли в план по уборке и установили табличку о наложении штрафа за складирование мусора. Но этих мер явно недостаточно. Совсем скоро наступит зима, и это пугает народ не на шутку. Нас считают как третий сорт людей. Нам свалили все вот это вот. Вот сейчас зима будет, не дай бог пожар или это самое. Расчищать никто не будет. Мы расчищаем за свой счет. Завалит ни скорая помощь не проедет, ни пожарная машина. Когда-нибудь то уберут это или нет. Просто уже, знаете, наболело до такой степени, что идешь и как будто мы живем на свалке. Мусора и хлама все больше. Но это не единственная проблема, которую уже несколько лет никак не могут решить. Написали в администрацию, везде писали, чтобы нам трубы поменяли. Соседи говорят, трубам 41 год. С администрации пришел ответ. Трубы в удовлетворительном состоянии. Вот как последний прорыв был, там уже вваривать некуда. Трубы просто-напросто гнилые. Если, не дай бог, труба порвется, не будет воды здесь у всех газ. Все выкинули печки, все выкинули печки. Мы все сразу замерзнем. У людей денег нет. Здесь в основном живут все пенсионеры. Но все пенсионеры живем. Вот. Если он стоит на балансе города, почему мы должны это делать за свой счет? Только за этот год этот участок оставался без воды дважды. Но, несмотря на это, районная администрация продолжает бездействовать. Ну а жители продолжают надеяться на помощь власти и с опаской ждать первого снега. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком.